КОРОНЬЕСТ 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 Коллеги, всех приветствую! На связи КОРОНЬЕСТ Давайте посмотрим, что произошло на рынках за прошедшую неделю. Российский рынок у нас отделался легким испугом, не успев даже испугаться, мягко скажем, да. В пятницу поздно вечером начались вот эти брожения по поводу марша на Москву. Но тут же, собственно, это все очень резко и оборвалось. Уже в воскресенье все выдохнули, и рынок, скажем, не произошло, так скажем, взлета этого черного лебедя. Подрубили мы крылья на самом взлете. И мы отделались еще раз легким испугом. Снижение было совсем, можно сказать, символическим в понедельник. И быстро мы пытаемся это все дело закрыть. 2791 пункт индекс Мосбиржи в текущий момент показывает. Тем не менее, я... Еще раз, никто не мог знать о прошедших событиях. Никто не знает событий, которые нас ожидают в будущем. А технические картинки как раз-таки нам подсказывают, что не одно так другое может что-то случиться. Потому что рынок все еще нуждается в более-менее нормальной винятной коррекции. Цели остались все прежние. 2,5 тысячи плюс-минус по индексу Мосбиржи. Поэтому смотрим, ждем. Наблюдаем за дальнейшим развитием истории. При этом российский рубль все так же теряет свои позиции. 87 рублей за 1 доллар дают уже на текущий момент. Преодолеваем полномерно вот эти вот барьерчики 85-86, о которых мы говорили в предыдущих выпусках. Ну, точно так же, как и по Московской бирже по индексу, я бы сказал, что это движение может получить какую-то коррекцию в ближайшем будущем. Что может послужить триггером? Здесь регуляторы наши начинают заявлять о том, а не поднять ли нам ставку. И может быть это будет более-менее заметное поднятие ставки, чтобы сбить на корню все эти инфляционные ожидания. И вот поползновение на рубль. Посмотрим. Может быть нефть поможет. Тоже здесь сказать тяжело. 88 следующие цели. Мы уже практически их коснулись. Без малого сегодня ходили туда. Вот так же будем наблюдать. Сразу раз уж упомянул нефть, давайте посмотрим на котировки Brent. 74 с небольшим дают долларов за одну бочку этого сорта нефти. И мы видим продолжение вот этого нисходящего такого сползания. И уровень поддержки весьма сильный, от которого мы уже несколько раз отталкивались, в районе 73. То есть мы практически на этом уровне сейчас находимся. Вроде как уровень поддержки двойное дно, там может быть даже тройное. Все здорово, давайте покупать. Я бы пока не спешил с покупками здесь, потому что очень часто такие формации, когда инструмент очень настойчиво прибивают к определенным уровням. И дальнейшее движение, или даже если это будет разворот, завершается чаще всего хотя бы с проколом. Может быть ложным проколом этого уровня. То есть я как минимум жду прокола ниже 73. Может быть каким-то сквизом, собиранием стопов под этим уровнем. И тогда резким отскоком. И тогда действительно можно говорить, что вот, скорее всего это разворот. Пока я вижу, что рынок давит. И уровень 65, о котором тоже мы раньше говорили, весьма вероятен в достижении. Причем я 65 выделяю как уровень такой целевой. Какие события приведут к достижению этих уровней, я пока не знаю. И будет ли он достигнут тоже. Но вот надо будет наблюдать за дальнейшей динамикой. В случае, если мы проткнем этот уровень и не отскочим, надо будет ждать каких-то более четких сигналов на разворот. Если же мы резко от этих уровней начнем выскакивать, все. Это можно считать с высокой долей вероятности будет действительно разворотом. Поэтому пока я бы не спешил заходить. Если мы увидим одновременно и отскок, разворот какой-то по нефти, и действия со стороны Центробанка по повышению ставки со стороны ЦБ России, то это хорошим будет фактором для разворота по российскому рублю. То ослабление, которое мы сейчас наблюдаем, 87, уже 88 диапазон по доллару, вполне может какое-то коррекционное возвратное движение показать. Цели все те же, 75, 80 даже можно сказать, потому что вот этот вот канал, пока мы в рамках этого канала движемся, цель будет все время подтягиваться выше. Самым быстрым, если резким таким движением, мы можем и на 75 сходить в моменте, но вот уже, наверное, на 80 будем ориентироваться. А там по ситуации, если мы будем пробивать этот канал ниже, возможно, что сходим уже там в районе 72, будем следить за развитием ситуации. По бумагам российским вкратце давайте также пробежимся, особенно по тем, которые мы держим в своем портфеле. Начнем с магнита. Акции магнита в последние дни достаточно неплохо себя показывают. Еще один импульс восходящий мы наблюдаем. Новости, продолжение развития той истории. Компания выкупает свои акции у нерезидентов, причем по очень неплохой цене для себя. В моменте это воспринимается весьма оптимистично инвесторами в России по причине того, что компания уменьшает количество акций в обращении и тем самым дивиденды, в случае, если они будут потом когда-нибудь начисляться, они будут распределяться среди меньшего количества акций. На самом деле это самый основной и такой видненный позитив, который я вижу в текущей истории. То, что они тратят деньги, благо не по той цене, по которой сейчас они котируются, там 5 с лишним, 5,130 практически сейчас котировки, не по этим ценам они выкупают. Это хорошо, конечно же. Но они тратят деньги, соответственно, эти деньги не пойдут на волнуто дивидендов. Ну и сам факт того, что они выкупают, это не по доброй воле, а скорее иностранцы от безысходности от этих акций избавляются. Ну это, наверное, не самая лучшая история. Ну и вспомним то, что компания не соблюдала требования биржи и так далее, и так далее. То есть масса косяков за компанией все-таки наблюдается, поэтому то движение, которое мы сейчас видим, скорее надо использовать в завершении этого движения для фиксации прибыли. 5,300, 5,500 диапазон. Я думаю, 5,370 можно вполне себе выходить. Это максимум, который мы видели в ноябре прошлого года. Также новости по российским акциям. Это СПВ-биржа. Мы о ней более подробно рассказывали в предыдущем выпуске. Здесь биржа запускает новые инструменты на гонконгской площадке. Это плюс. По типу Санкт-Петербургской биржи мы разобрали ее волновую разбивку. Мы решили сделать что-то похожее с акциями Лукойла. Одна из наиболее перспективных бумаг на нашем российском рынке. Компания стабильная, хорошо дивиденды выплачивает, даже в тяжелые времена. Компания продает свое сырье в основном на экспорт. И технически сейчас выглядит вполне себе неплохо для роста. Мы отталкиваемся от ближайших скользящих средних. И все выглядит в целом чинно. Единственное, есть шанс, что коррекция, которую мы сейчас видим, может быть более глубокой и достигнет диапазона 4.500-4.700 рублей за одну акцию. То есть в районе этой проторговки. В случае, если это случится, надо будет усиливать позицию, добавляться. Потому что в средней-долгосроке компания выглядит весьма перспективно. Акция скорректировалась в прошлом году весьма существенно. И теперь пытается восстановиться. Потенциал для дальнейшего восстановления все еще широкий. Особенно в случае, если мы увидим рост цен на нефть. Как мы уже говорили, что альтернативные варианты поставки нашей компании за год проработали. Дисконт к мировым сортам нефти потихонечку сокращается. Компания выплачивает стабильно дивиденды. Недооценена по многим мультипликаторам. Иностранные инвесторы ушли. То есть все идет к тому, что мы можем увидеть неплохую динамику по бумагам Лукойла. Разбивку волнового анализа, который мы проводили, вы можете посмотреть в Телеграме. Какие-то комментарии к данному взгляду можете оставить либо под этим видео, либо в Телеграме также. Что касается российского рынка, касательно отдельных историй. Здесь можно упомянуть группу позитив. Не очень позитивные новости по ней вышли. ЕС ввел санкции против группы. Но по большому счету это не сильно повлияло на актировки. Потому что то, что группа позитив сотрудничает с российскими спецслужбами. Уже давным-давно на них санкции наложены. Самые разные. Поэтому по большому счету ничего нового здесь не произошло. Гораздо более негативная история по транснефти, когда ЕС полностью запретили поставки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба». То есть через Германию, Польшу, в эти страны. Это более негативная история для транснефти. Потому что трубы строить это затратное мероприятие. Когда они простаивают, по сути, чистый убыток. Эмбарго продолжается. Поэтому здесь, наверное, более негативная история, чем предыдущая. Переходим к западным площадкам. Американские индексы продолжают консолидироваться. В районе своих вершин 4,430 показывают фьючерсы на S&P 500. Здесь даже увещевание Пауэлла, которое мы видели на прошлой неделе, о том, что мы ставку все-таки повысим, стращает. Возможно, даже не один раз. Рынок уже начинает закладываться, что на следующем заседании 0,25% ставка будет повышена. Либо в июле, скорее всего, это, наверное, произойдет. В ближайшем заседании. Также плюсом к тому, что шансы на повышение ставки высоки, это прошедшие стресс-тесты банковской системы, которые после 2008 года периодически регулятор обязует банки проходить. Стресс-тест ежегодный показал, что у банков более чем достаточно капитала, чтобы пережить экономическую катастрофу. Что в этой фразе из текста ФРС можно выделить? Позитив – это то, что банки подготовились, вроде как. Негатив – то, что Федрезерв в своем высказывании говорит о какой-то экономической катастрофе. Что это за катастрофа? Мы на годовых максимумах по индексам о чем Пауэлл? Видимо, что-то знает, что еще рынок не закладывает. Поэтому по S&P 500 мы продолжаем выдержать шорт-позицию. Все-таки ждем, что рынок может сходить и достаточно неплохо вниз. При наихудшем сценарии Федрезерв выделяет, что крупные банки потеряют 541 миллиард. Это полтриллиона долларов. Тоже сумма немаленькая. Будем за этим внимательно наблюдать. Касательно истории, которые привлекли мое внимание за прошедшую неделю на американских рынках. Одна из них – это Virgin Galactic. Наконец-то начинаются запуски коммерческие, которые компании будут приносить в перспективе выручку. Потому что до этого компания выручки не имела и продолжает финансировать свою деятельность за счет нового выпуска акций. Как они это сделали на прошедшей неделе? 400 миллионов долларов было выпущено акции еще на эту сумму. По сути, мы продолжаем видеть разводнение капитала. Именно поэтому мы увидели негативную реакцию рынка на эти заявления. Очередную порцию доп. эмиссии будет финансировать свои коммерческие запуски, инфраструктуру, общие корпоративные расходы и так далее. Но позитив как раз идет от того, что в четверг в 18.00 по московскому времени будет запуск первого коммерческого полета. Дай бог, чтобы у них все получилось, потому что рынок у нас и в преддверии 9% вырос, и на премаркете 4-5% прибавляет. Еще раз, дай бог, чтобы у них все прошло гладко и чинно, потому что в случае, если какие-то будут нештатные истории здесь появляться, с котировками может случиться страшное. Поэтому акция как и была, так и остается крайне спекулятивной. Имейте это в виду. И до выхода на стабильные заработки здесь тоже еще очень и очень далеко. Поэтому шатать данные котировки будут еще очень долго. Также интересная новость была по компании Skills. Компания падала очень много месяцев до этого и обесценилась многократно. И теперь руководство Skills решило провести сплит обратный только. То есть, когда котировки уходят ниже 1 доллара, компания зачастую прибегает к тому, чтобы укрупнить одну бумагу. То есть, из нескольких акций по маленькой цене сделать одну, но ценой подороже. Сплит был 1 к 20, то есть 20 предыдущих акций теперь стали одной. Чаще всего после таких событий, что происходит, может быть какое-то додавливание уже финальное по котировкам. И после этого, после того, как все продажи завершаются, мы можем уже видеть какой-то средний-долгосрочный разворот в котировках. Также здесь мы видели на событиях сплита финальный залив вниз. Не исключено, что какое-то давление еще, может быть, вместе с рынком вместе будем еще наблюдать. Тем не менее, здесь я считаю, что уже финальные стадии распродаж идут. И мы будем смотреть, может быть, спекулятивно где-нибудь искать точки для входа. Пока до этого момента еще, наверное, далековато. Также по американскому рынку хочу отметить компанию Ford. Здесь продолжается сокращение персонала. Это происходит в рамках и других американских корпораций. Компания движется к выходу на производство электромобилей в больших масштабах. Поэтому часть персонала, который занимается производством машин с двигателем внутреннего сгорания, уже не столь востребованы. Технически мы видим, что компания продолжает находиться в широком боковом диапазоне. И в текущий момент мы как раз приблизились к верхней его границе. Поэтому, если мы увидим, тем более, нарастание какого-то негатива на рынке в целом, мы также можем сходить благополучно к нижней границе этого широкого диапазона. 11-15 долларов диапазон вполне себе, где мы можем увидеть акцию еще какое-то относительно продолжительное время. Ну и в завершении по корпоративным событиям хотел бы еще отметить компанию Bad Buff & Beyond. Это компания, которая уже эпопея по банкротству продолжается многие месяцы. И в финальной стадии, по большому счету, торги этой бумагой остановлены, уже в мае еще были. Но вот компания Overstock объявила о завершении сделки по приобретению определенных активов данного предприятия Bad Buff & Beyond. Теперь компания, соответственно, перезапустить планирует домен Bad Buff & Beyond в Канаде. Через несколько недель перезапустить обновленный веб-сайт и мобильное приложение уже программы лояльности в США. То есть, по сути, мы видим перерождение компании под новой оболочкой. Overstock, соответственно, сейчас будет выполнять, по большому счету, роль вот этого объединенного конгломерата. BBBY, по сути, канули в лету. И те вот эти вот импульсы, взлеты и последующие падения, как раз-таки, это было, скажем, кардиограмма умирающего стока. В то время как с Overstock.com мы видим обратное развитие событий. Отторговали, протестировали несколько раз уровень поддержки в 17 долларов. И после этого начинаем какой-то поход наверх. На премаркете еще плюс 11%. То есть, с ГЭПом вверх сегодня ждем открытия. Здесь вот как раз-таки можно, наверное, ждать уже среднесрочного позитива по данным бумагам. Ну и в завершении сегодняшнего обзора информация, касающаяся всего рынка в целом, и, возможно, последствия для рынка будут иметь долгосрочные последствия. Администрация Байдена рассматривает возможность введения нового контроля над экспортом чипов, особенно те чипы, которые связаны с искусственным интеллектом, чтобы затруднить получение Китаем технологии военного назначения. То есть, вот эта вот конкуренция, может быть, уже соперничество между Китаем и США не ослабевает. В первую очередь это касается компании NVIDIA, возможно, там частично AMD, других производителей высокотехнологичных чипов. Понятное дело, что они будут ставить палки в колеса данным компаниям, чтобы было сложнее продавать подобные чипы в Китай. По словам источников в Tencent, Alibaba, Baidu, Baidens и других китайских компаниях, они разместили заказы на очень большое количество чипов этих и у NVIDIA, после хайпа, особенно по поводу искусственного интеллекта. Продвижение искусственного интеллекта в Китае весьма и весьма впечатляющее. Он не уступает, может быть, по некоторым параметрам, даже превосходит американские аналоги. Поэтому американцы начинают конкурировать не самыми честными способами, так скажем. Поэтому тот отскок, который мы сейчас видим на рынках, не исключено, что будет полномерно выдыхаться. В целом картина не меняется от текущих отметок. Будет это еще какой-то заход повыше или уже сейчас мы начинаем движение вниз. Но движение ниже, оно с высокой долей вероятности обновит минимум, который мы видели в прошлом году осенью. Поэтому движение вниз ожидается весьма-весьма впечатляющее. Опять же, какие события к этому приведут, я не знаю. Продолжаем выдерживать короткие позиции, продолжаем анализировать рынок с помощью различных инструментов, в том числе и волнового анализа. Более подробно и активно мы это будем делать через Телеграм-канал. Подписывайтесь на него. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Оставайтесь на связи. Всем хорошей завершенной недели. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...